Команда КВН Команда КВН Команда КВН Команда КВН Команда КВН Команда КВН Ты что творишь? Ты что творишь? Ты что не видишь? У меня документы в лужу упали, блин! Очень, ну прям, ну очень слабохарактерная девушка Здравствуйте, это фитнес? Да Можно к вам записаться на 15 число? Нет А на 16? У нас зависит уже А на 17? Все занято Ну, видит бог, я пыталась А сейчас я буду жрать Алло, можно мне две пиццы, три чебурека и колу диетическую? А иногда купить пиво, но это целая проблема Итак, представьте, случай в пивнушке Что-нибудь ставить будем? Трешечку Жигулевского Двушку бархатного А еще что-нибудь поставим? Я у вас уже сегодня три раза был, поэтому поставьте мне «Седую ночь» И снова святая ночь, и только ей заверяю я Как известно, лампочки вкручивают в основном электрики А у нас в Краснопске три дурачка Карусей, карусей, включи ноги в рассказ Это сказки, песни и веселье Вы чё, дебилы, делаете? Лампочку вкручиваю А нафига вы с одного столба скручиваете, а на другой накручиваете? Потому что мы работаем по расписанию Вторник, четверг, суббота — этот фонарь А понедельник, среда, пятница — бульвар Какие вы умные, пошли вон отсюда А у нас в Краснопск ездит свой автобус, да-да-да Итак, случай в этом автобусе Итак, приобретайте осиновые колья, иконы, кресты, кадилы Покупайте, это все для вашей же безопасности Следующая остановка Краснопска, она может стать последней в вашей жизни И хо-хо-хо-хо-хо-хо У нас здесь всех недалечили Кто-то едет на север, кто-то хочет в Чили Цирку ехал, а мы соскочили Дорогие друзья, все, что вы показали — это шутки, не более Краснопск — это очень хороший поселок И этой песней мы хотим позвать вас всех в гости к себе Я найду себе жену Не поеду в Лондон Увезу ее на Ваху Ехай! Ехать на Ваху, ехать на Ваху Ехать на Ваху Ехать на Ваху Ехать на Ваху На курорт Спасибо за внимание С вами была команда КВН «В значит Ваха» Ваши аплодисменты команда КВНВ «Значит Ваха», поселок Краснообска. Сейчас мы переходим к конкурсу «Разминка». Вопросы задают члены жюри, команды на них смешно отвечают. Ну что ж, кто задаст первый вопрос? Давайте первый вопрос задаст Роман Варамов под ваши аплодисменты, друзья. Включите микрофон, Роман, там вот есть такая штука на нем. Участник высшей линии КВН, друзья, Роман Варламов. И не может включить микрофон. Привет, Максим, привет, зал, привет, Сергей, Леша. Всем еще раз здравствуйте. У меня такой вот вопрос. Как вы знаете, скоро пройдет Евровидение. Оно, кстати, будет юбилейное, проводится в 60-й раз. Будет Россию представлять Полина Гагарина. И у меня такой вопрос. Кого бы вы послали представлять Россию на этом замечательном конкурсе? И почему? Нет. Просто... Просто кого-то. Сейчас все... Буду с фамилией называть и все. Ну и ладно. Смешно же. Латоха! Смешно же. А кого бы вы послали на Евровидение от России? Естественно, рубль. Чтоб побыл поближе к евро. Отвечала сборная гиков, друзья. Ответ от команды КВН Левпром. Привет. А кого бы вы послали на Евровидение от России? Меня, конечно. Ответ от команды Левпром. Отвечает команда КВН Парк Культуры. Привет. А кого бы вы послали на Евровидение от России? Не, ну Гагарину правильно, пусть будет первая. Отвечает команда КВН В значит Ваха. А кого бы вы послали на Евровидение от России? А мы бы просто послали. Ответ от команды КВН по любви. А кого бы вы послали на Евровидение от России? Вот все всегда в нашей стране. Посылают, а надо отправлять. Поэтому и результат такой, что посылают постоянно. И, наконец, ответ от команды КВН Все Свои. А кого бы вы послали на Евровидение от России? Патрихан Щекинов. И еще один ответ, друзья. Последний ответ от команды КВН Парк Культуры. А кого бы вы послали на Евровидение от России? Главное, чтобы микрофон включать умело. Это верно. Спасибо, друзья, Роману Варламову. Давайте поаплодируем ему. Двигаемся дальше. Свой вопрос задает Сергей Лисовой. Здравствуйте. Здравствуйте, все люди. Я рад, что вы пришли. Приходите почаще. Завтра приходите. А куда? К Лехе куда-нибудь приходите, он зовет кого-то вас. Ладно, не суть. Мой вопрос. В общем, дело такое, ребята. Хочу завести домашнее животное себе. Какое? Подскажите мне. И как бы вот его можно назвать по-вашему? Сразу же ответ на первой секунде от команды сборной гиков. Кто же это будет? Отчетился рукой. Получил Дюссалей все-таки. Да. Отвечает команда КВН Лехпром. Какое животное мне завести и как его назвать? Послать бременских музыкантов, чтобы за штанами далеко не ходить. Можно назвать просто. Окей. Хорошо. Можно. Серега. Рубашка у тебя замечательная. Нравится же всем рубашка у Максима. Если нравится, похлопайся. Я сама весна сегодня просто. Видишь, всем нравится. Красиво, правда. Какое животное мне завести и как его назвать? Прошлое что, убил что ли? Ну? Это был ответ от команды КВН «Все свои». А вот почему у них есть скатерть, а у нас нету с Ромой? А? Потому что там есть уважаемый человек, понимаешь, который представляет комитет по делам молодежи. Он свою привез просто и постелил. Вот. Роман думает, что им горячее принесут, а нам не надо. Роман может рубашку? Расстраивается. Отвечает команда КВН «По любви». Какое мне животное завести и как его назвать? Серёж, заведи меня, я неприхотлив. Хорошо. Это был ответ от команды КВН «По любви». Отвечает команда КВН «Парк культуры». Итак, какое животное мне завести и как его назвать? Серёж, мы как барабин с тебя советуем завести карася окунем, ты себе руку уже расцарапал. Хорошо. Отвечает команда КВН «В», значит «Ваха». Какое животное мне завести и как его назвать? Приходи в арену, там много разных животных. Хорошо, спасибо. И последний ответ от команды КВН «Все свои». Какое животное мне завести и как его назвать? Жирафа. Он ведь такой же красивый, как ты. Спасибо. Как той, Серёж, как ты. Спасибо, Максим. Спасибо, Сергей Лисовову, друзья. Следующий вопрос задаёт Курмашов Евгений. Друзья, всем добрый вечер. Ребят, вот я смотрел, читал все статьи и новости, которые в интернете, и на протяжении 10 дней была паника. Куда пропал Путин? И, следовательно, и этот вопрос вам. Куда пропал Путин? Ответ от команды КВН «Полюбви». Куда пропал Путин? Это не он пропал, это он нас потерял. Вот такой ответ. Ну? Отвечает команда КВН «Сборная гиков». Куда пропал Путин? Пропал Путин, забеременела Псаки. Совпадение? Не думаю. Отвечает команда КВН «Полюбви». Куда пропал Путин? Там что-то Лёшка всех в гости звал. Хорошо, спасибо. Лехпром. Куда пропал Путин? Новая жена гимнастики учится. Ещё один ответ от команды КВН «Полюбви». Куда пропал Путин? А кто голит, кто ищет? И последний ответ от команды… А нет, предпоследний ответ от команды КВН «ВС» значит «Ваха». Куда пропал Путин? А куда пропал Путин, никто никогда и не узнает. Тайна. Вот и всё. Впервые ответ. Можно всем вставать и уходить. Подожди, сначала вопрос. Впервые ответ прозвучит до того, как прозвучит вопрос. Окей, Гугл. Куда пропал Путин? Вот это да. Большое спасибо. Спасибо Евгению, друзья. Давайте поаплодируем громче. Свой вопрос задают следующий. Евгений. Мистер Салат, друзья. Евгений Сайцев. Ваши аплодисменты ему. Спасибо. Всем добрый вечер. Вопрос такой. Мало кто знает, но… Это из старого КВН, а так начинались разминки обычные. Признак сильной волевой девушки, да? Это покупка кота. Вот. То есть есть такие, да, в зале? Следовательно вопрос. А признак сильного волевого мужчины тогда в чем заключается? Сразу ответ от команды Парк Культуры. В чем заключается признак сильного волевого мужчины? Тут надо к Сереге вопрос, он какое-то животное завести хочет тоже. Аплодисменты. Спасибо. Сразминка. Отвечает команда Олег Парк Культуры. Признак сильного волевого мужчины. Покупка сильной волевой женщины. Какой ответ! Слышишь просто! Прям покупка, прям. Есть же магазины. Искупать может сильную волевую женщину. А у тебя есть вход? Есть домашнее животное какое-нибудь? Нет. Интересно. Сильная независимая женщина. Всем интересно в зале? Все сидят и смотрят? Отвечает команда Коменд по любви. Скоро дочка-то точно уже появится у него. Признак сильного волевого мужчины. Мне не нужны признаки. Вот это да! Хотя бы уши, не знаю. Есть ли еще ответы у команд? Есть еще один ответ у команды Парк Культуры. Признаки сильного волевого мужчины. Признаки сильного волевого мужчины. Жень, ну ты меня понимаешь. Да. Есть ли еще ответы у команд? Вот у меня Ваха еще нет. Пять. Четыре. Три. Вот есть ответ от команды сборной гиков. Признаки сильного волевого мужчины. Он жмет от груди сотку. Он же сильный, волевой. Ну че вы? Винус. Отвечает команда КВН. Это из ГТА, из пятого видимо, да? Все свои. Ого. Можно заново вопрос начать, чтобы подольше на тебя посмотреть? Ладно. Признаки сильного волевого мужчины. Кадык. Заведи себе кадык. Все. Это были все ответы. Аплодисменты Евгению Сальцеву, друзья. Еще один вопрос от Сергея Ганкина. Всем добрый вечер. Привет, Серега. Серьезно. С вчерашнего дня хожу под впечатлением от рассказа своего друга. Друг работает на стройке в Тюмени, строит мосты. Вот. И он там своей девушке выварил из 720 трубы. Чтобы вы понимали, это больше полуметра. Кстати, друг здесь находится, не буду показывать на него пальцем. Вот. Он из трубы выварил для своей девушки сердце металлическое. То есть прямо в трубе. И привез из Тюмени и подарил ей в Новосибирске это сердце. Вот. А какие вы делали подарки или сделаете подарки с своим вторым половинком? Так это не девушка, он с ней так просто шуры-муры. Просто на стройке трубу спалить. 720. Какая девушка. И не газовая труба, кстати, да? Какая девушка, когда парень дарит сердце просто из металлической трубы. Ответ от команды, говорим, все свои. Полностью. Серьезно? А у меня есть друг, и он выварил, ну чтобы вы понимали, выварил, это вырезал из трубы с большой, я же правильно говорю, да? Вот, сердце ей. Вот, из металлической большой трубы. И привез из Тюмени сюда и подарил ей. А какие вы подарки делаете своим вторым половинкам? Вот он, сильный волевой мужик. Ответ от команды КВНВ, значит, Ваха. Если бы ты ее увидел, ты бы никогда так не сказал. Что это сильный волевой мужик. Вот, а какие вы подарки делаете своим вторым половинкам? Сильной волевой женщине не нужен подарок. Такой ответ отвечает команда КВНВ, Лех Бром. Я для Дашки купил оленя. Сначала купил, потом убил. Не так. Это ответ, это вопрос, ответ. Так, если и... О, друзья! Эй, Кугрышев забил гол в Багнитогорску! Ура! Все в пятерке за Змитинку! Шестерки! Все победили! Кугрышев первый гол, друзья. Вот. Я сейчас не знаю, как порадовать кого-то. После болтания отвечают, согласен. Вот, а как вы, что вы дарите, какие вы дарите подарки вторым половинкам? Эээ, Доширак дважды запариваю. Нормально. Шестерка. Ответ от команды КВНВ все свои. А какие вы подарки дарите полностью опять? У нас просто через 20 минут уже аренда зала заканчивается, поэтому давай быстрее. Вот. Какие вы дарите подарки своим вторым половинкам? Можно спросить, а по документам как это прошло? Труба там? Не знаю, его ищут теперь. Лидер группы Кармен отвечает, друзья. Просто интересно, как по документам просто человек просто поинтересовался. А как по документам этот опыт? Вопрос, Сергей, пожалуйста. Вот. Скажите, пожалуйста, а что вы дарите вторым половинкам? Ну, я не знаю, но у меня друг своей девушке под окнами, карбюраторами, я тебя люблю, выложил. Это, кстати, один и тот же человек. А что вы дарите своим вторым половинкам? Я ей завязал глаза. Можно, пожалуйста, полностью? Так. По любви. Это. Скажите, а что вы дарите своим вторым половинкам? Нет, нет. Ну, история там. Ну, познакомились мы с нашим, с моим другом довольно-давно. Вот. И он сейчас закончил институт и в Тюмее строит мосты. И вот тут недавно вырезал из большой трубы 720-й. Вот. Сердце. Что вы дарите своим вторым половинкам? Шучу. Да нет, шучу, все нормально. Спасибо, да. Скажите, что вы дарите своим вторым половинкам? Чтоб со мной жила и хату спалил. Вот такой ответ. И последний ответ на сегодня от команды КВН сборная гиков. А что вы дарите своим вторым половинкам? Реалити квест. Короче, приветствую Вленева, а сам уехал. Вот на такой позитивной ноте мы закончим сегодняшнюю разминку под ваши априсменты, друзья. На этой сцене появляется команда, представляющая поселок Краснообск. Команда КВН. В значит Ваха. Здравствуйте, дорогие друзья. А сейчас конкурс одной песни, сокращенно КОП. Но учитывая, что у команды КВНВ значит Ваха проблема с копами, поэтому для вас будет петь группа Стекловаха прямиком из Краснообска. Встречаем! А эта песня посвящается всем тем, кто прохалл жизнь не с самого низа, а с самого Краснообска. Да! Всем тем, кто ездит в торговый центр за шмотками раз в год. Всем тем, кто любит носить только правый ботинок. Ну что, погнали! Краснообск – самый милый поселок. Люди золото, дети чугун. Я так хочу уехать отсюда. По весне в Краснообске все тает, И Краснообск уплывает во враг, И летом его мы снова все строим. Красно-красно-красно, Красно-Красно-О, О, 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 О Пацаны, ну чё мы делаем-то? Чё мы только минусы-то Красновску вспоминаем? У нас же и плюсов много. Вот, например, в Красновске очень много парковочных мест. Ты фразу-то договорил. У нас много парковочных мест, потому что три машины. Зато у нас самый большой мангал в России. Ну точно. Дом третью неделю горит, и вы придурки с коровами навертили в окно их целиком. Пихайте, вертите, вертите, вертите. Начнём урок географии. Как вы все знаете, на карте мира Италия похожа на сапог. А на что же похож Красновск? А Красновск похож на кроссовок. Как видите, три вот этих белых полоски символизируют три наших дома. Андрей Петрович, можно мы продолжим песню? Конечно. Очень сильные вы, ребята, вы дослушали почти до конца. Мы пели на вархе, там падали птицы. Выходил даже поп-исцелитель и какой-то штукой махал. Мы думали пляшет, а он отпевал. Красно-красно-красно-красно-красно-окс. Голубь, пах, облучник. Красно-красно-красно-красно-окс. Просто тип Слинёва. Красно-красно-красно-красно-окс. Дайте шанс уехать в красно-красно-красно-красно-красно-красно-красно-дар. Почему мы не родились там? Походу, нас здесь всех недалечили. Кто-то едет на север, кто-то хочет в Чириле. Цирк уехал, а мы соскочим. Дорогие друзья, данную композицию можно разбить на два вывода по куплетам. Первый куплет говорит нам о том, что нужно любить место, в котором ты живешь. А второй смысл — берегите птиц. Спасибо за внимание. С вами была группа «Стекла Ваха» и помните... Команда КВНВ значит «Ваха». Красноупс, ваши аплодисменты, друзья!